Привет, друзья! С наступлением холодов остро становится вопрос об отоплении. Вот и я задаюсь таким вопросом, какой обогреватель выбрать, чтобы было тепло, безопасно и экономично. И как вы помните, проект Гараж Мечты находится все еще у меня в работе. И тема с обогревом все еще актуальна в нем. Да и в сильные морозы дома тоже не мешало бы сделать потеплее. А так как отопление у меня центральное, то повлиять на его работу я не могу. Многие такие вопросы решают установкой электрических котлов, конвекторов и других крайне неэкономичных в плане электропотребления устройств. Но цена за электричество в зимний период взлетает в разы при таком отоплении. В мониторе простора интернета я наткнулся на кварцевый обогреватель фирмы Теплэка, который меня крайне заинтересовал. Расход электроэнергии в час 0,4 кВт. Долго держит тепло после отключения. Он не сжигает кислород, не шумит и не выделяет запаха. Он стильно выглядит и при этом стоит всего 2,4 кВт. Поэтому я решил остановить свой выбор на этом обогревателе. Правда для пробы взял всего лишь один, потому что не уверен, что в гараже он справится. Так как площадь гаража 30 квадратных метров, а отапливаемая площадь одного от такого обогревателя 8-9 квадратных метров. Хотя, если он будет настолько хорош, то можно поставить еще парочку. Думаю на этом хватит рассуждать и пора приступать к тестам этого кварцевого обогревателя. Взял к нему еще и напольную подставку на колесиках. Так что смотрим как выглядит и как он продается. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот в такой упаковке приходит обогреватель от компании Теплэко. Теплэко это экономично, безопасно, выгодно и надежно. КПД, как обещает производитель, 98%. Эта продукция сделана из кварцевого песка. Сделана она в России и напоминает эффект горячего кирпича. Опять же, обратите внимание, производитель дает пожизненную гарантию. Настолько ли хороший этот обогреватель, давайте посмотрим. На задней стенке упаковки нарисована схема подключения. Как с термолигурятом, так и без него. Ну и давайте посмотрим, что же внутри, что же он из себя представляет. Внутри несколько крепежей. Вилков уже в комплекте. Обратите внимание, обогреватель хоть и маленький, но очень тяжелый. Ну а теперь давайте подготовим нашу площадку. Вот так, без особого труда, собирается наша площадка. Единственный минус заключается в том, что вилку питания придется подключать вам самому. Она идет в комплекте, но не подсоединена. Вилка разборная, с заземлением. И собирается она несложно. Но по мне, лучше бы, если она шла уже готовая. Ну а теперь давайте соберем нашу вилку. Собирать провод мы будем без термолигурятра. Поэтому будем пользоваться нижней схемой. Синий провод 0, фаза коричневый и черное заземление. Вот таким вот способом подключил я провода. Черный это провод сбоку, посередине земля. Коричневый это фаза и синий это 0. Вставляете в отверстие, закручиваете болты, хвостики отрезаете. Вот в принципе и все. Фиксируете провод соединительной планкой. Вставляете резиновый хвостик. И далее защелкиваете и закручиваете наружный болт. Вот в принципе и все, вилка готова. Ничего сложного. Ну что друзья, обогреватель собран и готов к работе. Хочу обратить ваше внимание, что в гараже сейчас минус 1 градус. Обогреватель еще не включен. Температуру будем проверять не только термометром, но и вот таким инфракрасным термометром. Мы посмотрим, какую температуру сейчас показывает наш обогреватель. И посмотрим через 40 минут, какую температуру он покажет. 2 градуса показывает температуру обогревателя. А температура руки 23. Рука холодная, замерзла. Ну что друзья, сейчас 17.01 и мы включаем обогреватель на 40 минут. Обогреватель подключен и звука никакого он не издает. То есть его абсолютно не слышно. Температура начинает подниматься. 2.3, 2.7, 2.8. Ну что друзья, 17.41. Температура на градуснике показывает 0 градусов. То есть температура поднялась на 1 градус. Причем хочу заметить, градусник был практически рядом с обогревателем. Давайте посмотрим, насколько же прогрелся сам обогреватель. 55 градусов. То есть за 40 минут наш обогреватель нагрелся до 55 градусов. Обогреватель горячий и от него идет тепло. То есть на ощупь чувствуется, что он отдает это тепло. Но так как температура в помещении до начала эксперимента была минус 1 градус, то и обогреватель, конечно же, за 40 минут не смог нагреть его. Но хоть градусник находится рядом, тепло от этого обогревателя идет кверху. Тем самым градусник, конечно же, не нагрелся, поднялся на 1 градус. И вот для того, чтобы нагреть это помещение, этому обогревателю нужно как минимум работать не 40 минут. То есть, соответственно, греть он должен долго, достаточно долго. Итак, друзья, хочу обратить ваше внимание. 40 минут мы его нагревали, и он нагрелся до определенной температуры. А опустится ли температура самого обогревателя на ту температуру, с которой мы стартовали 40 минут назад? Ведь как позиционирует себя производитель этого обогревателя? Что этот обогреватель, как русская печь, долго накапливает тепло, но еще дольше его сохраняет. Сам обогреватель выполняет эффект горячего кирпича. То есть он нагрелся до определенной температуры, и очень-очень долго его отдает. Все, сейчас 18.21, прошло 40 минут после того, как мы его выключили. Давайте же посмотрим, какую температуру показывает наш обогреватель. 29 градусов. То есть 29 градусов он показывает сейчас, хотя в помещении все еще 0. Обогреватель все еще держит тепло. 28,9 градусов. Хотя прошло уже 40 минут после того, как мы его выключили. Даже при том условии, что здесь не такая температура, как в обычном помещении, как в обычной комнате. Здесь не комнатная температура, но тем не менее, этот обогреватель сохраняет эффект горячего кирпича. Как вы видите, температура потихоньку у него падает. Но тепловая отдача у него в два раза дольше, чем он нагревается. Нагревали мы его 40 минут, а отдавать он будет как минимум в два раза больше. Как вы поняли, от одного такого обогревателя в гараже мало толка будет. Особенно, если вы приходите в гараж поработать на пару часов. Хотя, если поставить 4 таких обогревателя, и приходить в гараж не на 1 час, то они должны неплохо справиться. Что касаемо долгого остывания, то, думаю, в гараже оно ни к чему. Так как после отключения электропитания, вы все равно уходите из гаража домой. Но что касаемо работы такого обогревателя дома, то это уже совсем другая история. Итак, друзья, что касаемо работы данного обогревателя в квартире. Обогреватель находится в квартире сутки. Он комнатной температуры. И его температура составляет 28 градусов. Чтобы вы понимали, температура тела 35 градусов. Температура обычной секционной батареи в этой же квартире составляет 46 градусов. Краны на этом радиаторе открыты на максимум. Поэтому здесь сейчас самая максимальная температура. Время 18.34, и мы подключаем обогреватель к электросети. Температура обогревателя начала расти 33.5 градуса. Итак, друзья, время 19.13. Давайте посмотрим, какую температуру показывает наш обогреватель. 89 градусов. За 40 минут обогреватель нагрелся до 90 градусов практически. И я так понимаю, это не предел. Хотя от обогревателя уже конкретно шпарит. Итак, друзья, прошел ровно час. Давайте посмотрим, до какой температуры за час прогрелся наш обогреватель. 99 градусов и 8. 100 и 5. Ровно час хватило обогревателю для того, чтобы нагреться до 100 градусов. Температура от него шпарит конкретно и руку прикладывать уже горячо обжигает. Давайте отключать этот обогреватель и смотреть, за сколько же он остынет. После отключения обогревателя от электросети прошел час. Давайте смотреть, какая температура спустя час. 48.5 градусов. Как вы видите, в комнате этот обогреватель отрабатывает свои деньги. Результат есть и вполне неплохой. А еще лучше будет, если установить терморегулятор и включать этот обогреватель через него. Включая и отключая этот обогреватель автоматически, можно неплохо сэкономить деньги на электроэнергии, ведь остывает он очень долго. Ну а вы как считаете? Что думаете про такой кварцевый обогреватель? Напишите свое мнение в комментарии под видео. На этом все. Жмем лайк, подписываемся, нажимаем колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Пока-пока.